В учебных заведениях города проходит урок цифры. Ребятам рассказывают, что такое овершеринг, как не попасться на удочку мошенников и почему конфиденциальность и приватность действительно важны в интернет-пространстве. Подробнее в сюжете Елизаветы Кабановой. Неформально вообще сделаем? Я присаживаю. С первых минут Антону Лебедеву удалось установить контакт с ребятами. Благодаря неформальной обстановке один из спикеров Всероссийского проекта в сфере цифровой экономики рассказал ребятам на доступном языке, как распоряжаться личной информацией в интернет-пространстве. Овершеринг. Это от английского слова тюше и овер. Слишком. Это когда вы, например, на своей страничке где-то размещаете информацию, ну так скажем, чуть больше, чем надо. Ну, например, я говорю, что я зовут Антон Мальдинович Лебедев. Это открытая информация и можно найти в интернете. Но если я начинаю говорить о себе какие-то вещи, типа мой телефон личный, почта, домашний адрес, это уже та информация, которую, конечно же, нежелательно публиковать в открытом доступе. Овершеринг было не единственным сложным словом. Также ребятам рассказали про фишинг. Это получение конфиденциальных данных при помощи поддельных сайтов. Например, вместо vk.com будет vk.dom. В ходе встречи с воспитанниками Центра содействия семейному устройству Антон Лебедев объяснил о главных правилах безопасности не только в социальных сетях, но также в играх и приложениях. Пароли, то, что везде разные, должны быть информацию личную не всю публиковать и по ссылкам не переходить. Впрочем, многие ребята уже были знакомы со сложной терминологией. До этого воспитатели проводили блок занятий по кибербезопасности. Уроки проходили на протяжении месяца. Обсуждали не только приватность и конфиденциальность, но также кибербуллинг. Ведь безопасность в интернете касается не только личной информации, но и личных границ. Они, конечно, эту информацию знают. И даже малыши сидели и кивали, что мы знаем, что нельзя распространять личную информацию. То есть, если мы даже создаем аккаунт в одном из социальных сетей, то нужно создать сложный пароль. То есть, что есть злоумышленники, которые могут воспользоваться этой информацией. То есть, для малышей, начальных классов, для школьников, это как бы достаточно знать, что нельзя переходить по ссылкам различным. Урок цифр прошел не только в Центре содействия «Наш Дом». Несмотря на то, что провести встречу в первой и третьей городских школах и школе поселка Индиги во флайн-формате не удалось, с учениками седьмых-восьмых классов была проведена видеоконференция. Также уроки будут проходить и в других учебных заведениях нашего округа. Всем школьникам, всем ученикам, так или иначе, вне зависимости от возраста, мы должны донести информацию о том, о важности безопасности в интернете, о важности своих персональных данных. Мы расскажем и рассказываем сейчас, какие данные необходимо хранить, вообще, что такое персональные данные, и кому их можно, кому их нельзя доверять, так скажем, и как их можно защитить. В век цифровых технологий безопасность в интернете – одно из самых важных правил. Овершеринг, фишинг и даже кибербуллинг являются проблемами нашего времени. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно быть осторожными и доходчиво объяснять, почему не стоит выставлять свой номер на всеобщее обозрение, и чем может закончиться афиширование своего домашнего адреса в интернете.